привет друзья здравствуйте уважаемые подписчики нашего канала ну а для тех кто нас не знает представлюсь рыболовный клуб кричевичи и меня зовут роман я капитан это рыболовного этого рыболовного клуба мы двукратные чемпионы мира по каркфишингу 2017 и 2018 года вы в комментариях задаете те вопросы которые вас интересуют ну которые конечно касаются рыбалки мы же на эти вопросы постараемся ответить и наша задача сделать так чтобы вы всегда на рыбалке были с поклевками приезжаем мы на водоем перед этим заехали в магазин накупили кучу модных прикормок приехали разложились ловим час ловим 2 ловим 3 и толку с этого немного а рядышком дедушка на кукурузу каждый час вытаскивает карпа знакомая ситуация правда вот в точно такой же ситуации и мы были пять лет назад когда начали заниматься карпфишингом куча снастей которые потом которые потом пришлось продавать куча прикормок которые в итоге пришлось просто выкинуть в мусорник вот для того чтобы этой ситуации избежать мы и делимся своими знаниями тема нашего сегодняшнего видео не классический карпфишинг мы сегодня поговорим о флэт фиды в прошлом нашем видео вы видели отчет о турнире iron fish где мы достаточно неплохо выступили а сегодня достаточно узкая тема мы расскажем как правильно выбрать прикормку для флэт фидера на рынке огромное количество прикормок и давайте будем честными и откровенными большинство из них рыбу не ловит задача производителей в первую очередь заработать деньги и вот нам с вами нужно научиться отличать говно от конфетки так вот в сегодняшнем видео если вы его посмотрите до конца вы научитесь как какой должна быть правильная флэт фидерная прикормка наверняка друзья среди вас есть те которые на флэт никогда в жизни не ловили а возможно если такие которые слова то такого даже никогда не слышали вкратце объясню что такое ловля на флэт плате кто знает потерпите две минуты это будет недолго и так вот у нас обычный крючок на резинке думаю что все знают ну кто вообще занимается рыбалкой как его вязать мягкий поводочный материал тут у нас крючок 6 размера но как бы обычно мы используем крючки поменьше то есть десятый восьмой размер 6 очень редко значит далее берем иголку берем пупапчик при помощи иголки нам нужно теперь этот пупапчик одеть на волос прокалываем и одеваем стопорочек чтобы он у нас при забросе не слетел попап на волосе нужно зафиксировать вот мы его зафиксировали все все у нас готово теперь мы берем противозакручиватель опять же одеваем его на иголку на поводок и теперь все вот это вот дело прицепляем к флэту флэт это вот такая вот в народе называется кормушка прицепили мы его сюда одели противозакручиватель и все у нас готово тут как вы понимаете внутри проходит литкор специально для того чтобы снимать видео у меня в офисе есть дежурный аквариум и я вам сейчас покажу как должен работать поводок вот мы его кидаем в аквариум и вот давайте так чуть чуть поближе как вы видите он у нас крючок стоит на жале то есть если мы возьмем пупап большей плавучести он у нас всплывет вверх это недопустимо вот так вот вы должны это конечно проверить вы берете любую емкость наливаете туда воду на рыбалке и проверяете как работает ваш поводок теперь переходим к самому процессу приготовления прикормки берем емкость она должна быть достаточного размера для того чтобы вы прикормку в ней смогли удобно размешать потому что это важно так вот нам нужна эта емкость нам нужна вода и нам нужно в общем сама прикормка берем пакет открываем насыпаем нашу прикормку и теперь нам эту прикормку нужно увлажнить до какой степени нам нужно увлажнить прикормку недавно у меня была ситуация на соревнованиях по флэтфидеру буквально две недели назад когда я ловил рыбу два часа и два часа времени у меня ничего не клевало только через два часа до меня дошло что моя прикормка наверно вываливается из моего флэта при ударе об воду так в общем оно и было я понял что эту прикормку нужно сделать добавить больше воды для того чтобы она была более влажная и чтобы она лучше лепилась я ее слепил забросил и при забросе через 15 минут я вытащил вместе с флэтом мою прикормку то есть консистенция должна быть такая чтобы с одной стороны она не вываливалась при ударе об воду и с другой стороны вы не должны эту прикормку вытаскивать обратно то есть при попадании в воду она должна сразу начинать пылить и сразу начинать работать если она будет просто на дне лежать вот так вот говняшкой то никаких поклевок вы не получите но вернее вы можете их получить но шансов на это гораздо меньше то есть еще раз берем воду вымешиваем и даем ей немножко времени настояться для того чтобы прикормка эту воду в себя втянуло прошло у нас друзья пять минут времени наша прикормка теперь лепится видите значит она готова и ее уже можно забивать в флэт значит для этого мы берем вот такую вот штуку называется топтушка в эту топтушку мы ставим наш сначала поводок и теперь сверху на вот этот вот поводок мы засыпаем корм кстати если вам нужно вашей прикормке придать какой-то свой запах то вы без проблем вместо воды можете использовать ликвид но опять же не переусердствуйте потому что ликвиды бывают разные некоторые ликвиды имеют слишком сильный аромат и слишком сильную липучесть можете ими свою прикормку испортить значит вот мы насыпали сюда прикормку берем флэт вот так вот мы его сдавливаем и теперь таким вот образом вытаскиваем значит что у нас получилось у нас есть вот такая вот красивенькая прикормка которая ложится вот так вот на дно но теперь друзья давайте посмотрим что же на практике в воде происходит с нашим флэтом и с нашей прикормкой мы с вами переносимся опять в аквариум и смотрим значит у нас есть две прикормки одна это та которую только что мы с вами делали и 2 купленная в обычном рыболовном магазине причем достаточно не дешевая я вам скажу и так смотрим итак мы видим аквариум видим две прикормки и включаем таймер секундомер вернее а не таймер так секундомер потом вернемся пока подвинем поближе для того чтобы было видно секундомер Продолжение следует... 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 Продолжение следует...